здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал хочу вас поблагодарить за поздравления для нас нас уже тысячи и больше большое вам всем спасибо за это участие мы всем вам благодарны сейчас вам хочу немного рассказать такую предысторию мы были винтажной лавке видео которое наше уже вышло и нарина решила поискать до в нашем каталоге может быть какие-то наши находки попали букпис и там действительно попал брошь ослик и но ей просто понимаете в начале книги она увидела такие вот это или браслеты или же колье она увидела китайские лица вот эти азиатские и они запомнились и что вы думаете мы попали буквально когда это было мы попали на эстет сейл и вот это она увидела и запомнилась это на глазах в памяти и мы пошли на этот эстет сейл там была квартира было много людей и стоял такой небольшой сервантик на него никто не обращал внимание там что внутри у него регина пошла и посмотрела и увидела вот этот браслет и клипсы и она так обрадовалась и у нее такой восторг был я потише от у нас увидят восторгом еще подумают что там что-то там очень дорогое ну и одним словом мы купили это этот браслет и клипсы прекрасно я считаю мы конечно не знаем какой-то год мы даже ничего не могли найти на интернете не клима кит цифрки тоже вам покажу сейчас все значит это браслет мы даже еще не сообразили из чего выполнены эти лица я думаю может быть это какие-то правители китая может быть не знаю даже может кто-то знает дорогие друзья пишите пожалуйста и вот такие серьги клипсы да и кстати вот эти серьги эти лица совпадают с центральным лицом на браслете вот видите с обратной стороны их вид имеет серебряный тон оправа а маркировки так мы не нашли но немножко еще раз покажу вам такой идет замочек здесь честно первый раз в нашей коллекции это у нас еще не было таких находок и вот и вид с обратной стороны имеется только видите цифра 3 и здесь где-то цифра 6 очень красивый браслет и клипсы такой прекрасный сет нам попался главное на этом эстаселе было только единственное украшение это где-то в серванте там спрятан арина молодец его заметил ну и все сейчас пойдет дальше видео наши а сейчас непосредственно мы переходим к находкам из винтажной лавки такая посмотрите великолепной красоты таблетница мы видим девушку держащий букет цветов и смотри какая шапочка платье покрыта эмалью великолепная работа в серебряном тоне вот вид сбоку да мы думаем что это экспортный китай имеется даже маркировка и так шкатулочка это открывается внутри по моему это тоже покрыта эмалью видно же конечно что очень изделие старенькая великолепная следующая наша находка это локит он посмотрите пожалуйста имеет такой узор необычный видит цветочков и они друг другом как бы связаны это у нас такая локит открываем с обратной видите стороны с внутренней стороны покрыта эмалью мы тоже сошлись во мнении с региной что это экспортный китай напоминает да и это изделие очень похоже на экспортный китай уточка летящая утка видите крылышки хвостик голова покрыта эмалью видно что изделие очень старенькая брошь и вот и вид с обратной стороны крючок крючок очень видно да крючочек такой застежка такие делали очень давно великолепная брошь уточка вы посмотрите она еще лапки сложила в полете видно прелесть одним словом когда мы увидели это изделие я подумал ну какой то брелок для ключей но он необычный и непонятно то ли это брелок регина подумала что возможно это цепляли на сумку крючок этот не открывающийся ну ключи то можно на прицепить сюда это не трудно но самое интересное посмотрите эта тема египта есть видите такой квадратик в виде клейма я по правде сказать так ничего не разобрал но сделаю предположение что это серебро потому что я его почистил серебряное бы изделие так бы не очистилась не серебряная такой ведь да такая у нас жидкость я однажды в обзоре показывал как из темного серебра но превращается в блестящее такую вы посмотрите тут у нас нефертити если не ошибаюсь тут тут архамон гробница посмотрите как все интересно а здесь вот воины на колесницах интересный сюжет и вот с обратной стороны еще идите цари египта изделие очень интересное нам понравилось прекрасно я сначала подумал что это брошь мне напомнила конька горбунька из сказки но это оказалось оказался ослик и представляете мы этого брошь ослика нашли в книжке каталоге а где он а вот он вот такой прелестный ослик прыгающий вот он ну и сам сейчас я хочу вам показать его поближе сама брошь с великолепным этим осликом брошь без маркировки но я вот уже почистил это серебро интересное крепление иглы посмотреть думал что ослик брошь довольно таки винтажная какой весельчак такой прелесть одним словом посмотрите пожалуйста на эту брошь она нам напомнила знаете венок рождественский с рябинками такими вы посмотрите листочки какая красивая все-таки это брошь и вот и обратная сторона я думаю это выполнено из латуни брошь и вот иголочка посмотрите без маркировки но видно видно конечно брошь винтажно а как интересно закреплены эти рябинки так скажем шарики под коралл по моему они не приклеены а нанизаны на проволочку да это только сейчас и заметил вы посмотрите на этого красавца филин сидящий на веточке брошь выполнена в золотом тоне кстати насчет глаз этой броши кристалл я подумал этот цвет розовый а региночка подумал что фиолетовый пусть это будет розово фиолетовый цвет кристаллов а животик найти прелесть кабошон стеклянный и прелестным вкраплением да вот и вид с обратной стороны обратная сторона ведь кабошон без амальгамы мы видим маркировку компания на пье копирайт великолепная компания считаю очень интересная и довольно таки популярная у коллекционеров великолепная брошь филин сейчас хочу вам показать крест выполнен он из серебра с гранатовыми кристаллами надо будет еще убедиться и проверить у нас есть специальный аппарат для проверки камней и вы посмотрите какое необычное крепление под кулон с марказитами все у нас есть и по креплении сам крест имеет марказиты и вот и вид с обратной стороны мы видим маркировку 925 так вот понравился нам взяли он не тяжеленький такой довольно легкий следующая брошь вы посмотрите в виде сердца сплетение такое видим цветок это чертополох у нас посмотрите как он обнял прямо сердце эту основу сплетение такое прекрасно и вот обратная сторона имеется маркировка как бы два квадратика 925 справа сливая даже не пойму что даже брошь небольшая шикарная очень красивая следующая брошь мне напомнила такие знаете кельтские мотивы брошь прекрасно великолепно посмотрите какой она имеет узор необычный вот и вид с обратной стороны мы видим игла т-образная с крючковым эти креплениям что говорит ее преклонном возрасте мы видим маркировку айпи 830 с и хочу вам показать у нас есть в книге тоже можно найти пробу и узнать даже кто это производил вот 830 дания норвегия швеция германия финляндия вот как говорится из этих в этих странах и произвели в какой-то из этих стран произвели эту брошь предположим что это норвегия великолепная брошь очередная находка наша это серьги на винтах с великолепными вставочками такие кабошон и похожи на художественное стекло очень такая знаете необычная работа привлекла наше внимание и вот их обратная сторона без маркировки но такие некрасивые необычным узором посмотрите вот таких вид сбоку маленькое произведение искусства сейчас просто хочу показать такое великолепное совпадение суммите этих кабошонов их можно даже носить вместе прекрасно до сет образовался прям у нас набор и сам жучок такой паучок жук посмотрите как у него преклонный возраст начинает уже у него осыпаться эмаль ну какой он реалистичный посмотрите вот он с обратной стороны сделано в германии обратная сторона имеет золотой тон прекрасная брошь жук и очередная находка наша это великолепной красоты браслет вы посмотрите как выполнена филигрань утонченно и такие знаете я думаю это у нас бирюза или под бирюзу вставочки такие в виде цветковых прекрасная тонкая работа так где-то тут был замок там кнопочка да да замок у нас коробочка так она открывается здесь я увидел маркировку китай биджей девятьсот двадцать пять биджей по-моему это у нас компания если не ошибаюсь да прекрасной красоты браслет на этом наш обзор подошел к концу большое вам спасибо за просмотр пишите дорогие друзья комментарии ставьте лайки подписывайтесь на наш канал это у нас первая часть как бы из нашей винтажной лавки продолжение следует это еще не все наши покупки вошли в это видео всего доброго вам до новых встреч до новых встреч